Привет, зритель! Поступил запрос, значит, у меня на цветочки мои, которые у меня есть. У меня все здесь практически. А я как раз так думала, у меня такая штука созрела. Ну, не то чтобы созрела, но я тебе её покажу. Я подумала, вот если бы кто-то захотел на неё посмотреть, или может её просто записать. И пока я думала, мне поступил запрос в Инстаграм. Вот здесь у меня двое. Вообще, изначально был фикус, потом из случайного семечка, из другого горшка вырос молочай. Молочай. Такой жирный. Ну, сейчас они как бы вдвоём, он нравится. Правда, тут одной веткой фикус в прошлом году стал совсем уж уделывать. И фикус ещё выше вырос, чтобы ему веточкам это не мешалось, а только вот в свол упиралось. И я одну вот такую штуку оторвала, как ушла. Но я подумала, что хватит ему. У него тут три их, эти штуки, ветки. И он такой высокий. Он периодически у меня цветёт. Он прямо сейчас цветёт. Иди сюда. На него иногда падают листики вот этого фикуса. У меня тут есть вот этот товарищ. По-моему, то ли я его, я никак не собираю, то ли я его много поливаю иногда, то ли я про него забываю. А, да, у меня тут есть чашка, у которой трещина. Я хочу у неё положить землей и посадить один цветочек. Вот сейчас вспомнила, что этого хочу. Надо будет сделать, наверное, вечером сегодня. Короче, в общем, у меня вот этот растение есть. Я забыла, как его звать. Он, по-моему, цветёт. У меня было похоже растение на механке, но у него был страшный горшок, по мнению моих родственников. Они забраковали у меня несколько цветов. И сам он был такой какой-то уже, ну, одеревеневший. И его пришлось оставить. И там он, видите, маленький такой растёт. Я его специально не выделяла. Думаю, жить захочет, вырастет. Это маленький молочайчик. Лёрнышко упало. Может быть, ему света не хватает. Я вообще думаю, что надо как-то их разрядить. Я хочу, наверное, лаврик или кого-нибудь перенести потом на кухню. Я только на кухне разгребся этот бодоконник от бананов. В общем, вот у меня это растение декабрист, что ли, или... Может, не декабрист, я не помню. У меня ещё была фиалка от подписчицы Иры. И она так хорошо цвела. А потом она как-то самовыродилась. Я её пересаживала пару раз. Но что-то она в итоге решила умереть сверху храблых. Может, это её срок жизни был такой вот здесь. Вот видите, обрезанная. Это я вчера буквально обрезала. Кто подписан на Инстаграм, видел фоточку. Вот я в гости ехала к маминой подруге. И она попросила меня. Ей, кстати, отсаживала. Он корешки давал. Там маленькая такая веточка была. Ну, как бы на ростик его можно было отломить, посадить, поставить в воду. Он даст корешки, он дал корешки. Я не поняла, тут может... А, да, вот этот, наверное, ещё вот. Вот этот вот можно отломить при случае. И вот этот. И потом... Посадить в воду, оно даст корешки. Если вдруг кто местный жаждет, вот такое счастье. Дайте знать в комменты, я вам отломлю и посажу. И недели через две можно будет пересечься как-то. Так, раньше-то можно было пересечься в библиотеке, но теперь в библиотеке Суриковой нема. Да и это ваша коронавирусом. А это у меня из механки. Было два кустика. Вот они оба тут и есть. Но один мутировал. Точнее, они, короче, были... Один белый с волосами, другой зелёный. И зелёный мутировал белый. Был ещё просто зелёный, но его пожрал кот. Забыли палить, когда я уезжала в какое-то там путешествие или в деревню. И вот остался только один живучий. И вот он внезапно у меня засвёл. А потом пустил вот эти вот все веточки такой витусичь. Всё, ну, такое маленькое, хорошенькое хлорофитум. Я очень люблю хлорофитум. У меня раньше её было очень много. Но у меня была бабушка, которая не любила хлорофитум. И когда... В один прекрасный момент... В общем, случились несчастья. Не бома грузным, бома весёлым. У меня он цветёт. Но уже не цветёт. Сейчас у него вот так вот вьются эти лепесточки. Листочки, точнее. В малюсеньком горшочке. Потом, наверное, его будут пересадить, купить какой-нибудь побольше горшочек. Тут у меня изначально была тренесканция. Но мне надо было куда-то посадить зелёный хлорофитум. Я его взяла из подъезда, где живёт моя подруга со своим мужем. Веточку. Корешочек. И он у меня долго-долго боролся за жизнь. Воевал с котом. Кот его постоянно подгрызал. И он всё это, я уже думала, не будет ничего. У него оставалось там буквально пара таких вот листиков обрезенных. Ну, пока он стоял на балконе с другой стороны. А кот, по большей части, был в деревне. Смотрите, как он ушёл. Жирненький такой стал. И самое главное, он зацвёл. И вот тут ещё веточка с новыми бутончиками. Я их заметила, когда вот он стоял на другой стороне окна на балконе. Смотрим, два веточки дал. А это мой лаврик многострадальный. Он больше не страдает. А три, но вот смотрите, что с ним стало. Он без единого листочка. Вот есть почечка. Он весной начал отдавать листиков и очень много давал. Но я уехала в деревню, попросила полить. И забыли полить. Он ещё стал болеть. Листики опали. Потом разводила золу. Два раза поливала. Но ещё некоторые цветочки поливала этой золой. И он вроде как у меня живой. Смотрите, какой. Кто подписан на мою инсту, видел. Я, по-моему, даже снимала на телефон, что у меня там была семечка в воде. Возможно, от огурца, возможно, от кабачка. Вот посаженная. И у меня был усик. И этот усик, пока ещё не дошёл до конца, чтобы встать. Вот у него корешочки, короче, попёрлись. Ещё больше попёрлись. И он вот в землю хочет воткнуться. И тут у нас немножко третисканция и клубничных вот этих кустиков. Которые у меня выдрались случайно, когда я полола там грязку как-то в саду. Но я думаю, их пересадить потом. И здесь ещё сначала про него забыли совсем. Он так стоял в углу. И даже я забывала. Потом его я пару раз перезалила. Вот он самый живучий. Вот то, что живучее, оно ещё осталось. Я хочу его, наверное, тоже может быть пересадить. Тут он в таком ксаканчике из-под мороженого. Но просто мне надо было какой-то горшочек, чтобы у него и дно не протекало. И при этом вот сюда поставилось. Да, возможно, грязный подоконник. Да, возможно, надо было убраться перед тем, как снимать. Ну, у меня так спонтанно получилось. Вчера я собиралась всё это успеть. Но надо было в гости. Я в итоге не успела, потому что надо было ещё кое-что перед гостями сделать. Вот, кстати, этот маленький кустик перед сканцей. Листик. Вот, вот у малюсенькая такая штучка. И этот, кстати, была ещё такая вот, ну, как бы фиолетовая, почему-то выродилась зелёная в итоге. И я иногда периодически их обрезаю, ну, чтобы как бы новые пошли, а старые ушли. Такие у меня цветы. По сути, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, можно так не считать эту тро-дисканцию, можно по этим, вот сколько их вообще, потому что в той маленькой ещё есть вот этот товарищ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять клубника и десять, возможно, огурец. Мне так прикалывали, что, возможно, зимой я буду есть огурцы. Было бы прикольно. Вот тут у меня этот сушёный цветочек упал. Вот цветочек с этого самого. Я, наверное, потому что его пошевелила, он сюда кинулся. В общем, этот цветочек от молочая. Я помню, что у меня как-то в каментах одна сердобольная женщина возмущалась, что я держу у себя молочай, переживала, что он влияет на меня и на кота, и на всё, что можно. Но пусть не переживает. По-моему, такие молоча ещё и в больничках стоят наравне с хлорофитумами. И если его не кусать, то не жевать. Вполне себе можно жить вместе с ним. Если хотите подарить мне снова фиалку, я совершенно буду не против. ну или так же опять же напоминаю, что если кому-нибудь нужно, то могу алойку отсадить. Этого сейчас не предлагаю, потому что он пока не ожил полноценно, но если вдруг, то когда он обрастёт листвой, а он её обрастёт, то при появлении почечки на веточке можно отрезать веточку, посадить её вместе с этой почечкой в землю, ну или у кого-нибудь из вас есть, и вы вдруг не знаете, как пересадить землю, накрыть баночкой стеклянной и поливать. Он будет под баночкой как бы в тепле, своего рода тепличка, до тех пор не снимать баночку, пока эта почечка не станет раскрытыми листиками. Вот так. Вот он маленький лавхак. Вот теперь вам всем пока!